Сегодня целый день у водолазов северного филиала Госакваспас прошел в поисках утонувших. В первой половине дня на реке Уемлянка в поселке Уимском искали отца и сына, которые в воскресенье отправились на рыбалку на деревянной лодке, несмотря на штормовое предупреждение. К вечеру того дня перевернутую лодку обнаружили местные жители. В результате поисков водолазу со второго захода удалось найти и поднять тело 63-летнего мужчины. На реке Уемлянка удалось обнаружить тело одного из погибших, а тело второго человека обнаружить не удалось, в связи с тем, что район поиска очень обширный и место точно неизвестно, место трагедии, так скажем. Хочется отметить, что у утонувших рыбаков при себе не было спасательных жилетов. Так, ни один рыбак, а этой весной в списках утонувших и пропавших в основном рыбаки, не посчитал нужным подстраховаться, выходя на реку в половодье. Еще несколько человек утонули, пытаясь ухватить последние дни подлёдной рыбалки. 28 апреля 49-летний мужчина пропал, отправившись на реку Щукурье в Приморском районе. Скорее всего, рыболов провалился под лёд. Единственным ориентиром для водолазов стали показания очевидца, указавшего место, где пропавший переходил реку. К сожалению, водолазные работы, состоявшиеся сегодня во второй половине дня, результата не принесли. Это связано с тем, что уровень воды высокий, заливаются те места, которые при обычном уровне воды не затопливаются. Соответственно, в этих местах много захламления на дне, и в связи с этим работа водолазов усложняется. Сейчас спасатели готовятся к поискам еще четверых человек. Трое из них – рыбаки 50-60 лет. Четвертая – 50-летняя женщина, которая 24 апреля ушла из деревни Измайловская Плесецкого района в состоянии алкогольного опьянения.